Никто никогда никому на камере не нравится. Ну, пожалуй, кроме меня. Здравствуйте. Всем привет! С вами Таня Генерал, и это канал Субъективно об Америке. Начинаем очередное видео из серии страшные, невероятные полезности об американской жизни. Сегодня у меня в гостях прекрасная невообразимая Елена, которая нас посвятит в детали и подробности покупки дома. Вы все помните, я официально объявила, что я вернулась к своей эпопее по покупке дома и пообещала вам вести себя за ручку и вас вместе со мной через все этапы. Поэтому сегодня я решила воспользоваться возможностью расспросить Елену о том, какие подводные камни существуют для человека другой культуры, плохо говорящего по-английски. Да-да-да, это я, я слышала все ваши наезды. В том, чтобы обзавестись недвижимостью и вступить совершенно в другой статус в этой прекрасной стране. И один из самых часто задаваемых вопросов на моих прямых эфирах канал Субъективно об Америке. Таня, а каких блогеров вы смотрите? Раньше я очень снобистки отвечала. Я ютуб не смотрю, я его делаю. Но на самом деле, конечно же, я посматриваю, что там у других. Это, конечно, огромное время затраты зайти, набрать название канала, вспомнить вообще, кто меня интересует, о чем они снимают, какие темы у них популярны. Это целое дело, и делаю это довольно редко. Но мою работу и мою жизнь существенно облегчил один очень интересный сайт, на который я недавно наткнулась. Он называется русскиев.юэс. Этот сайт представляет из себя агрегатор всех ютуб каналов, которые каким-либо боком завязаны на американскую жизнь. Вы можете увидеть там подборку самых свежих видео всех русскоговорящих блогеров в Америке. И не только ютуберов, но даже блогеров. Заходите, посмотрите. Я нашла там очень много моих видео в том числе. И теперь, если мне, например, интересно посмотреть, а какие свежие новости у других русскоговорящих блогеров в Америке, я просто захожу на этот сайт, бросаю быстрый взгляд. И если мне что-то действительно интересно, я просто перехожу по ссылке. Заходите, посмотрите. Русскиев.юэс. Ссылку поставлю еще и в описании. Добрый день, дорогие слушатели канала «Субъективно об Америке». Спасибо большое, Таня, что пригласила. Очень давно я к тебе шла. Меня зовут Елена Джексон. Я риэлтор здесь, в Юстоне и пригородах. С большим опытом работы и с удовольствием вам расскажу о том, что знаю. Ну и кроме всего прочего, это сегодня я тебя использую в качестве говорящей головы. А на самом деле, если у вас есть запросы о покупке недвижимости, а арендой недвижимости ты тоже занимаешься? Если у вас есть запросы на это дело, то я вам Лену тоже рекомендую. Лично мне работать с ней не довелось, потому что дом я покупаю первый раз. Но насколько я вижу общение в наших русскоговорящих группах здесь, в Юстоне, она очень популярна и пользуется большим доверием. Так что Елена, сейчас нам Елена расскажет. Мой самый главный вопрос, мое самое главное беспокойство, это, конечно же, насколько я способна потянуть дом. Конечно же, мой риэлтор обо мне заботится, она рассказывает мне все, сколько, как, куда и каким местом. Но, естественно, в процессе могут возникнуть вещи, которые никто не может предусмотреть. Расскажи, пожалуйста, что нужно знать, о чем помнить и на что обязательно обращать внимание. Да, спасибо большое, Тань, за вопрос. На самом деле, многие люди, которые начинают искать дом, они слабо понимают, сколько на самом деле они могут себе позволить. И речь идет не только о стоимости дома, речь идет о стоимости закрытия дома также. Я всегда рекомендую своим клиентам на самом раннем этапе, даже до того, как вы нашли риэлтора или во время вашей встречи с риэлтором, спросить, кого ваш риэлтор может вам порекомендовать в плане финансов. Я всегда рекомендую людей, с которыми я работаю, но также, если у вас есть люди, которым вы можете доверить, и если у вас такой человек есть, пожалуйста, позвоните своему финансисту и сядьте рядом с ним, пусть он покажет вам все подводные камни, все числа, сколько будет у вас closing cost при n-ой стоимости покупки дома. Я всегда рекомендую не покупать дом за самую максимальную стоимость, которую вы можете себе позволить. Почему? Потому что разные ситуации случаются. Вы должны понимать, что вот столько-то вы будете платить в месяц, и сможете ли вы позволить себе отложить какое-то количество денег в случае emergency, в случае какой-то экстренной ситуации. Лен, а ты повторила уже несколько раз это слово closing cost. Я правильно понимаю, это стоимость услуг риэлтора? Не совсем так, Таня. Closing cost – так называемая стоимость закрытия сделки. Что в нее входит? Опять же, это то, как твой риэлтор договорится с другим риэлтором, и продавцом, что кто за что платит. Можно примерно рассчитать, сколько будет стоить closing cost. Во-первых, зависит от времени года, когда вы закрываетесь. Почему? Допустим, если вы закрываетесь в феврале, в начало февраля, то, соответственно, вы платите налоги, как любой покупатель дома. Но налоги, как правило, платятся в начале года. Если продавец заплатил налоги, то что получается? Сделка закрывается 1 февраля. Что это значит? Значит, продавец платит налоги с 1 января по 1 февраля, а с даты закрытия до конца года платите вы. А они платятся одним куском или можно их разбить на месяца? Одним куском, как правило, да. И это нужно заплатить в момент покупки дома? Да. Спасибо, Лена, это очень важный момент. Значит, мне выгоднее оттянуть покупку дома до середины года? Ну, не совсем. Что значит выгодно? Дом будет твой, и ты вкладываешься в свой дом, правильно? Не в чужой. Окей, я поняла. И вот эту фразу ты еще упомянула. Approval letter. Это некое подтверждение того, что тебе дают вот такую сумму в качестве ипотеки, да? Все правильно. Очень хорошо знать свой потолок. Я всегда говорю своим клиентам, если ко мне клиент приходит и говорит, окей, я хочу купить дом за 300 тысяч, я своему клиенту говорю, окей, хорошо, но давай поговорим с банкиром и посмотрим, какую самую максимальную сумму, которую ты можешь купить. Почему я это делаю? Поэтому, если вдруг появится дом, который стоит чуть-чуть дороже, допустим, 310 тысяч, я не хочу потерять этот дом, или это опять процесс, нужно будет позвонить банкиру и посмотреть, сможете ли вы позволить себе 310 тысяч вместо 300. Поэтому всегда лучше знать, насколько вы можете рассчитывать, чтобы вам сэкономить время, раз. Во-вторых, как только вы получите официальную бумагу с банка, то, что вы можете позволить купить себе дом, это сохранит вам время. Вы не будете покупать дома, которые вы не можете позволить, и вы будете знать свои финансовые возможности. Скажи, пожалуйста, ну вот в конкретном случае, мне одобрили, например, 265 тысяч. Я сейчас смотрю дома в диапазоне 150-180, потому что это дает мне, во-первых, нужный размер, я не хочу огромный дом, во-вторых, я вижу, что мой месячный платеж будет доступен мне по моим возможностям. Какие здесь у меня подводные камни, на что обратить внимание? На что стоит обратить внимание? Во-первых, как я уже сказала, очень многое зависит от риэлтора, на что вы, как вы сумеете договориться с продавцом, то есть какие есть растраты. Если необходимо купить сервей, это план дома, то это стоит примерно 450-500 долларов. Зачем мне покупать план дома? Как только ты купишь дом, тайтл-компания потребует, чтобы у тебя это было. Это один из requirements. А для чего он нужен? Чтобы ты знала, какой у тебя план дома. Есть ли какие-то, есть такие нюансы, допустим, спорные вопросы, принадлежит ли земля этот кусок тебе или нет. Забор не определяет. Забор не определяет, что твои цепи. Поняла, то есть мне понадобится купить какой-то чертеж. Какой-то чертеж, да. Давай начнем сначала. Как вообще процесс покупки дома работает? С момента нахождения дома, и, допустим, с момента даже подписания контракта до закрытия сделки пройдет примерно месяц. Если ты арендуешь, если у тебя какие-то другие обязанности, нужно на это рассчитывать. Допустим, риэлтор нашел дом, вы подписали контракт, согласовали все нюансы. Что происходит дальше? Ты пропустила самый важный момент. Риэлтор нашел дом, вы подписали контракт. Между этим должно быть... Ты влюбилась в этот дом, ты его хочешь! Ты влюбилась в этот дом, ты его хочешь! Само собой разумеется, да. То есть иногда сам процесс поиска может занять время, потому что... На твоей практике самый долгий сколько был? Ну, у меня были клиенты, каждый выходной в течение полгода мы ходили и смотрели дом. Ты их очень любила? Ну, они мне шутили, мне, конечно, шутили, что вот так. Лена, ты с нами проводишь так много времени, но... Нам пора пожениться. Нам пора пожениться, да. Да, хорошо. Так вот, мы подписали контракт. Что происходит дальше? Как только все стороны подпишут контракт, именно тогда в этот день контракт входит в силу. На следующий день у тебя начинается так называемый option period. Что это значит? Ты покупаешь у продавца опцию уйти от контракта. Даже такое есть. То есть, как только ты подписала контракт, это не значит, что ты застряла в доме, в который ты впоследствии по каким-то причинам не хочешь купить. Знаком тебе этот термин? Option period. Вообще нет, я даже не знала, что такое бывает. А это за дополнительные деньги или это по умолчанию? Это за дополнительные деньги. Дорого стоит? Ну, не совсем. То есть, я думаю, что 150-200 долларов, это небольшая плата за то, чтобы при каких-то определенных дефектах дома, которым ты не можешь мириться, такие как, если фундамент, что-то не так с фундаментом, или в процессе мы узнали то, что там еще какие-то проблемы. А если просто такой, я себя здесь чувствую не дома? Абсолютно. Такие ситуации были, да. Поэтому очень важно при покупке недвижимости следить за сроками. Это, наверное, самое критичное. Что такое риэлтор? Это не только цена дома, это сроки, это другие условия. То есть, хороший риэлтор будет вас вести за руку и, собственно, не забудет о ваших сроках, то, что вы подумали вовремя. Дальше. Что происходит во время этого option period? Во-первых, как я сказала, по любым причинам ты можешь отказаться от дома. Во-вторых, во время этого периода ты можешь заказать инспекцию. Если вдруг он что-то найдет, в чем он сомневается, допустим, крыша, он порекомендует обратиться дальше к специалистам. Это возможно. Так как у тебя есть эти 7-10 дней, мы можем попросить специалистов и мы можем попросить продавца, то, что мы хотим пригласить еще специалистов. Есть ли... Какие опции? Если вдруг во время option period выяснится то, что этот дом имеет какие-то глобальные проблемы, конечно же, ты можешь забрать свой earnest money, свой залог и уйти от сделки. Это менее популярная опция. Конечно же, если ты что-то нашел другое, почему бы и нет? То есть это возможно. Если... Дальше что можно сделать? Можно попросить продавца сказать, окей, мы нашли это, это и это. Пожалуйста, отремонтируй. Продавец может это отремонтировать. Или сделать скидку на эту сумму. Или сделать скидку. Что самое... Это самый, наверное, мой любимый вариант. Почему? Я обычно прошу деньги за счет закрытия. То есть если у тебя стоимость закрытия стоит 5 тысяч долларов, ты с ней должна с этими 5 тысячами, грубо говоря, принести кэш. Я обычно прошу, чтобы тебе дали эти деньги за счет закрытия. То есть, допустим, 2 тысячи долларов. Или можно немножечко уценить дом. Если дом стоит, допустим, 250 тысяч, и мы знаем, что ремонт будет стоить около 5 тысяч, то мы можем попросить сбросить цену до 245. Но я обычно прошу деньги за счет Closing Cast. Почему? Потому что эти 245 тысяч, они будут финансироваться в течение 15 или 30 лет. И это 5 тысяч особого... Погоды не сделают. Закончился тот самый пробный период. Хорошо бы пробный период был в браках, например. Точно. Закончился пробный период. Что нас ждет дальше? Дальше нас ждет appraisal, так называемый. Это оценка дома банком. Почему это так важно? Так я же там уже живу? Или нет? Нет. Твой дом становится твоим, когда происходит само закрытие. А эти люди там уже тоже не живут? Они могут там жить. Дом принадлежит им. Почему бы им там не жить, если дом принадлежит им? И option period, что это значит? Ты можешь отказаться от дома, но продавец не может уйти от сделки и продать кому-то другому. Это выгодно для покупателя, не для продавца. Хорошо. Мы пришли к моменту оценки. Я обычно рекомендую делать оценку после того, как закончится option period. Почему? Здесь момент торговли. Правильно? Если мы делаем appraisal, это оценка дома во время option period, для продавца это такой красный флажочек. Он будет думать, окей, если они делают оценку сейчас, значит им очень хочется купить дом, значит с ними очень легко будет выбить с них то, что продавец хочет. Конечно. Почему? Потому что сам appraisal стоит тебе 500 долларов. И почему ты будешь это делать во время периода, когда ты можешь отказаться от дома? Нет никакого смысла. Правильно? Я обычно заказываю appraisal после того, как у тебя есть опция отказаться. Почему? Потому что если вдруг придет оценка и оценка будет ниже той стоимости, на которой мы написали контракт, то ты опять же можешь уйти от контракта. А могу я попросить продавца сказать, смотрите, банк оценил ваш дом меньше, я вам вот столько заплачу. Можешь, но продавец может сказать, нет, мой дом сделан из золота, извините, Татьяна, но нет. И наша опция, что просто попрощаться, да? Сейчас расскажу. Есть несколько вариантов. Такой сценарий. Если мы написали в контракте 300 тысяч, то вдруг appraisal пришел ниже, вдруг appraisal пришел на 275. Для некоторых людей цена это не фактор. Им очень нравится дом, особенно когда не так много инвентаря, не так много домов на продажу. И в очень хорошей местности, допустим, Кейти Синка Рэндж, все очень любят Кейти. Кроме меня? Кроме тебя, да, все правильно. И бывает такое, что мы знаем, что на этот дом есть больше предложений, да, еще предложений есть. Мы хотим побить предложение другого покупателя, но мы не знаем, сколько он предложил. Мы можем предложить немножечко больше, больше, чем спрашиваемая цена. Такое бывает. И если вдруг в этом случае пришел appraisal ниже, то тогда мы можем либо доплатить эту стоимость, но в чем проблема? У многих, не у многих, но у некоторых людей просто нет кэша. Почему это важно, чтобы дом был оценен на эту сумму? Потому что, если appraisal придет ниже, то банк вам даст сумму, только на которую был оценен банком, соответственно. То есть, это уже будет не 300 тысяч, а 275 в нашем случае, да? И тогда мы можем либо доплатить кэш, что менее популярный вариант. Я как риэлтор пытаюсь всегда сделать так, чтобы мы получили дом за ту сумму, за которую он был оценен. Иногда продавец противится. Если он знает, что у него другие предложения были, он может просто сказать нет, зная, что после вас кто-то другой его купит. То есть, мы можем встретиться либо посередине, либо вы просто можете уйти от этой сделки. Вот такие вот варианты. То есть, в этом случае, даже момент, что я нашла дом и мы с ним кликнули и мне все подошло до момента пока... И даже у меня есть на руках это письмо, что мне подтвердили, например, мои 265 тысяч. В момент, когда мы с этим домом кликнули, он стоит, например, все хорошо, пробный период прошел, до момента, пока я не получу от банка подтверждение, что банк готов за эти деньги, дать мне эти деньги на покупку именно этого дома рано радоваться. Абсолютно. Не было. Именно поэтому в процессе именно выбора дома, как только тебе понравится какой-то дом, я всегда делаю сравнительный анализ так называемый. Я смотрю, какова реальная сумма этого дома. А как ты это смотришь? Я смотрю, за последние 3 месяца, 6 месяцев, за сколько такой подобный дом в том же Нейбухуде с такими же параметрами был продан. Если я вижу, что цена... У тебя есть ресурсы к этому? Конечно, абсолютно. У каждого риэлтора есть такие ресурсы. По крайней мере, я это делаю. Я не хочу быть такой ситуацией, что мы переплатили за дом и потом мы покупатель в такой ситуации, что он хотел этот дом, но мы его не получили по каким-то причинам. Лучше всегда заранее посмотреть, в каком состоянии находится маркет, рынок. Если ты находишь по своим каналам информацию о том, что явно цена здесь завышена и вероятность того, что банк согласится очень низка, что в этом случае ты делаешь? Говоришь, пошли дальше или пытаешься работать с продавцом? Я всегда говорю, во-первых, риски моему покупателю. Говорю, хорошо, видите, то есть этот дом, на мой взгляд, столько не стоит. Если покупатель настаивает, я ему объясняю, какие есть риски, то, что может не оцениться. Как только мы подписываем контракт, цена – это цена, а потом это уже насколько хочет продать нам дом этот продавец. Он может снизить цены, он может настаивать на своем, никто не знает. Поэтому, чтобы предвидеть эти риски, я всегда смотрю на тенденцию. Если я знаю, что мой покупатель хочет инвестировать в этот дом, то есть потом арендовать его кому-то, то есть я смотрю, что он может получить за аренду и смотрю, какая тенденция роста этой цены. И также я смотрю на потенциальные красные флажочки. Если я смотрю, то, что этот дом долго-долго стоял на рынке. Ты плохой знак? Зависит, зависит от местности, зависит, конечно, и дальше я смотрю историю. Если я вижу, что этот дом уже был под контрактом, но что-то провалилось, я звоню агенту продавца и спрашиваю, почему провалилось. Может, это инспекция, может, еще что-то. Разные причины бывают. Поэтому я как риэлтор, я это делаю. Я не знаю, как другие риэлторы, но я всегда хочу делать все правильно и прежде, чем появились эти проблемы, я хочу предвидеть. Отлично. У меня настолько длинный список вопросов, Лена, ты себе даже не можешь представить. У меня сейчас появилась гениальная идея. Что, если мы встретимся в прямом эфире в ближайшем или в каком-то согласуем с тобой время? Я дам возможность и нашим зрителям, всем, кому может быть хоть что угодно и интересно, как вы видите, Лена очень профессиональна и с очень хорошим русским языком, как вы очень многие заметили, наверное. А нас поможет и мне получить ответы на мое большое еще количество вопросов. Вот, с двух сторон все списано. И, соответственно, и вам даст информацию, какая у вас будет. Анонс этого прямого эфира будет, как обычно, здесь, на канале Субъективно об Америке. Анонс этого прямого эфира будет в моем инстаграме, на моем фейсбуке. Если у вас есть потребность в сотрудничестве с профессиональным русскоговорящим риэлтором здесь у нас в Хьюстоне, то очень рекомендую вам Лену. Спасибо большое. Лене можно обратиться, имейл будет там в подписи. И Лена даже позволила опубликовать ее телефон. Ну, люди, я вас умоляю, имейте совесть, помните про разницу в часовых поясах, потому что Наташа Рауш из Остина уже меня благодарила много раз за ваши звонки среди ночи. Существует WhatsApp и Viber, которые привязаны к телефонному номеру. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к Лене. А мы на сегодня, пожалуй, закончим то, что мне нужно на первом этапе, вот пока мы рассматриваем дома. Я от Лены сегодня получила. Спасибо тебе огромное, дорогая. Это бесконечно полезные секретики. Ух, моя риэлта удивится, когда я ей задам эти вопросы, скажу, а вот это мы проверили, а вот об этом мы знаем. Ну, а у меня на сегодня все. Контакты Лены будут в описании. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить лайк. Что это такое? На 3000 просмотров 200 лайков. Ай-яй-яй. Нехорошо. И, как обычно, далеко не уходите. Впереди еще очень много интересного. Спасибо. Мы же дом покупаем для генерала. Вы забыли? Спасибо большое, Таня. Счастливо. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok